Всех приветствую. Сегодня небольшое путешествие на пять пальцев. Горы есть возле Хальберштата. Вот это непонятно бетонное сооружение. Что к чему, совсем непонятно. Сейчас вижу, там какие-то провалы. Не знаю, будет видно, нет. Попробую приблизить. Вообще надо, наверное, туда подойти. Проще будет. Попробую. Тут еще рядом еще один бункер. Сейчас глянем. Ну, понимаю, что тут, скорее всего, довольно много чего. Под землей находится того, что мы не видим. Вот тут слева есть уже одна скала. Якобы природное образование. Сейчас мы посмотрим вот эту странную будочку. Чем она странная? Я в нее уже заглянул. Она довольно большая. Туда уходит влево. А тут, сейчас фонариком посвечу, тут такая очень маленькая комнатка. Как бы где-то явно что-то заложенное. Вопрос, куда заложено? Влево, вправо? Скорее всего, влево все-таки заложили. Замуровали. Там холодильник кто-то забросил. Валяется старый. Подозреваю, что влево замуровано. Сейчас посмотрим. О, птички там летают. Сейчас посмотрю. Сначала вот эти вот. Поднимусь к ним, а потом посмотрим камни. Ну, это вроде как гротик, да? Ну, небольшой... Ух ты. Небольшой грот. Совсем небольшой. Вот тут где-то сверху мы еще видели. Так, стабилизатор надо настроить. Ну, вот так этот гротик вблизи выглядит. Как бы ничего сильно обычного нету. Все полукругом так интересно сделано. Слева вроде как бы даже и лавочки. Тут даже какая-то ниша вырезана. Я только что увидел. Хорошо. Пошли дальше. Ну, тут к скалам, к сожалению, не очень хорошие подходы. Довольно. Все очень круто. Сейчас мы подойдем вот попробуем вот к тем дальним сходить. Ну, вот эти ближние, само собой, сейчас мы захватим. Вот эти пройдемся. Там вижу внизу тоже, скорее всего, грот какой-то. Хотя, кто его знает, сейчас заглянем, посмотрим, что там такое природное образование. Интересное. Сейчас мы сюда посмотрим. Ну, природное образование. Да, это интересно, конечно. Посмотрим, может, какие-нибудь следы найдем. Ну, да, в принципе, как и подозревал, что-то похожее просто на гроты. Но большой довольно грот. На видео видно будет? Нет. Сейчас приближу, так будет лучше видно. Ну, такой крупненький. Ничего там нету совершенно. Пустой. Камни какие-то валяются. Возможно, с потолка обболелись. Поэтому нет у меня желания туда лезть. Пойдем наверх, посмотрим, что там. Не знаю, так сложно, конечно, сейчас сказать это. Но вообще вроде выглядит как будто тут складывали что-то когда-то. Конечно, сейчас это все в такой безобразной форме и не очень хорошо выглядит. Но тем не менее, где-то местами прям создается впечатление, что это кем-то когда-то создавалось. Не знаю, напишите в комментариях, как ваше мнение. Вот они но я бы не сказал, что совсем ровные. Но, конечно же, опять же, время и какое воздействие было. Если в талии я показывал, там мегалиты, там они четко просматриваются, просто огромные, то здесь, конечно, не очень хорошо это просматривается. но, опять же, я не исключаю, что это возможно тоже какой-то остаток карьера. следов я пока не нашел. Как, допустим, в Бланкенбурге на крепости Регенстайн, кто не видел, можете зайти на плейлист Странная история или Видеокреатив Камон, там я их выложил. Там следы, ну, странная история точно там плейлист есть со следами, то, что я находил. Тут, ну, хотя, опять же, когда и кем, в какое время. Тут-то следы явно видно. Какие-то, но вполне возможно, уже гораздо поздние. И вот такие камушки стоят. А вот сверху вот интересный остаток. Сейчас я приблизу его. Он очень странно выглядит. Как будто там что-то осталось налепленное. Вот этот вот кусочек. так, повернись чуть-чуть. Не хочет поворачиваться. Ладно. Вот так. Даже пару кусочков. вот такие вот камушков интересных. Хотя, внизу вот тут, не знаю, сейчас посмотрим вместе. Сейчас я спущусь с этой стороны. тут довольно не очень безопасно так. Ноги бы не переломать. Вот такие вот камни. вот тут, как, не знаю, можно сказать, что это следы или нет. Пока я бы этого не говорил. опять же, вот, раз, два, и дальше, и дальше, и дальше. Если тут обрезалось, то чем и вот прямой прорез. Чем тут прорезалось, это, во-первых, сюда надо оборудование какое-то поднять. Даже не представляю себе, что сюда можно было притащить, затащить. Представления не имею. Но тут понятно, вот это природа уже. Ветер, снег, дождь, эрозия. Ух ты, куда я залез? Туда-то не туда я пошел. В какое-то ущелье залез. О, Мишаня, ты с другой стороны? А это прорезь или нет? Как выглядит? Нет, вроде как трещина. А я во что вошел? В трещину или нет? Кстати, там на мосту Бастай там очень много следов было, дисковых пил. Даже некоторые я потом только на видео увидел, потому что довольно торопились. Вон еще скалы. Так, ну вот, не знаю, ну типа водой так промыло, да? Возможно, хотя что-то мне с трудом верится, вода ровно обычно не моет. внизу как обрезки, но с другой стороны надо посмотреть. Посмотрим с другой стороны. Вот напротив, не знаю, отсюда смотрятся очень ровные обрезы. Сейчас я приближу. отсюда смотрятся ровные, но надо ближе подойти насколько возможно посмотреть. И вот там еще правей, вот тут ветерок дует, где-то правей, где это дело? Так, на мониторе не поймал еще. Вот, это прорези или как. Отсюда по крайней мере четко видно парочку. И левее еще одна. Вот она. Сейчас мы ее также приблизим, смотрим немного, потому что не факт, все это я смогу вблизи увидеть, то, что отсюда. Потом на видео на большом мониторе можно рассмотреть получше. Идем дальше. Действительно странно, немного похоже на речной песок вот этот более крупный тут дальше идет, он как слоями идет, мелкий, даже немножко и по цвету как бы отличается слоями такой. Но он я бы не сказал, прям тут сильно мягкий. Да, тут хорошую надо железячку, чтобы его царапать. А вот тут видно особо там выше никто не царапает, потому что еще тверже. Скорее всего там видно даже болгаркой кто-то что-то пытался провязать. Вот он весь как пластами наложенный. Интересненько. Сплошные пласты. Ну кто-то скажет там раз нанесло затвердело еще раз и так далее. Ну да ладно. Это как говорится сейчас определить проблематично. Ну вот поближе правда туда подъем очень крутой. Не знаю есть ли смысл туда вообще карабкаться. Я думаю где-нибудь что-нибудь все равно попадется интересное по дороге. Карабкаемся на следующий. Решил отсюда снять не знаю там вблизи будет видно нет как прям под вот этой выступающей вверх скалой внизу такими террасами все как вырезано или сложено пока непонятно ближе подойдем будет видно ну вот мы приближаемся к этим террасам непонятно наложены или нет еще или напиленные а тут а тут кстати вот смотри вроде как положено вот слева вернее справа лево-право сено соломы прикольно и вот и вот мне друзья рассказывали на предприятии одном есть комната вернее и вот и вот и вот что они там откачивают и откуда да еще вот он сейчас говорит не говорят там еще и цеха есть какие-то под землей и насколько это глубоко никто конечно же из простых смертных не знает это все под городом Харбристад ну вообще по рассказам многих это уже много наслушался сколько тут подземелий у меня вообще такое впечатление что там просто город под землей ну и такие же ощущения примерно в Магдебурге вот это как было наложено положено или слоями все-таки образовывалось конечно сейчас это выглядит не очень убедительно что вроде как выглядит что положено наложено но тем не менее оно все-таки выглядит и это очень далеко идет сейчас специально не буду выключать пройдусь веточки деревья березки растут и это все идет туда дальше а тут вообще не пирамида или случайно какая-нибудь но нет конечно по форме не похоже но вот по вот этим вот ступенчатым терраскам ну и вон они туда и туда и до конца в общем по всему вот периметру они идут пойду наверх шажу кстати вместо того чтобы людям тут сделать для туристов какие-то условия ступеньки приделать тут написали бутерета фурбота ну типа ступать ступать запрещено так сейчас залезу дальше повыше посмотрим что там вот забрался почти наверх вот там просматривается половина города то есть Хальбурштад вот те образования мы уже прошли и вот эти тоже о да там надо только сверху смотреть сейчас я отсюда вижу там какая-то или грот какой-то или пещера то есть это надо либо в упор подойти чтобы увидеть это было сверху снизу этого и с той стороны не видно где-то наверху дети гуляют кричат там вижу какая-то беседочка стоит видать от дождя прятаться ну и вот на на эту мы забрались ну тут уже сверху не так явно все это сколько тут людей ходит чтобы так все ногами повышаркивать ну и плюс вода само собой вот даже если прорезь была ровная со временем дожди много дождей то где-то песочек этот песчаник помягче где-то потверже вымывает ну тут такой сквозной грот с окошком большим в общем за ту сторону прикольно конечно летом в хорошую погоду тут я думаю прикольно посидеть отдохнуть думаю от скалы прохлада такая же как в Регенштайне там все открыто насквозь на улице жара туда зашел а там прохладно ну вот тут я не знаю что сказать вроде как трещины опять же не факт тут как-то если трещина то она какая-то слишком ровная тебе не кажется ну чересчур ровная как вот так ровненько раз и треснуло потом отсюда камушки выпали или их убрали отсюда огромные камушки конечно же кто когда это умудрился сделать на такой высоте неужели нету мест попроще взять насколько я знаю есть конечно вот вот здесь в горах недалеко тоже карьер по песчанику но там почему-то не предусмотрено чтобы его посещали туристы я бы конечно съездил туда посмотрел интересно для сравнения очень интересно современный вот и вот эти вот то что я там Бастай Кёнигстайн Планкенбург там что окно или что там на самом верху вроде выглядит как окно или отдушина ну тут как бы закрыли чтоб туда не заходили обезопасили нас вот какого-нибудь обвала так ну-ка покажи что там внутри ну большой грот большой с этой стороны все насквозь изрезано кем-то когда-то зачем-то ну возможно также после катастрофы кто-то и тут мог приспособить это дело на высоте для выживания почему бы и нет довольно высоко высота не знаю вот так показать конечно на видео как правило это непонятно я там на Рогенштане поднимался и говорю мне тут круто так подниматься а там очень крутой уклон а на видео смотрю там полого смотрится поэтому ногами водой как-то там слушай глубоковато чтобы это все ногами выточить обалдеть просто куда я забрался тут вот да тут открыто сейчас я поверну тут я не знаю вроде как бы возможно ногами постоянно хотя что-то для ног слишком глубоковато и там все-таки вот безопас или поставили шулера когда-то мощные сейчас я туда зайду нет зайти не получилось я думал вроде с той стороны смотрел вроде как открыто а тут они вон сеткой все закрыли прикрутили приварили на сварку входа нет кто-то залазит конечно же кому очень туда надо не знаю кому надо тут конечно скорее всего все-таки ноги и вода прорезали так да 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 всяковато вот отсюда видно что это сквозные как бы вроде окон одно начатое и заброшенное но такое впечатление что там был когда-то второй этаж в общем и когда-то скорее всего он обвалился камни валяются ну как бы на такой высоте делать окна не серьезно слишком они высоко сколько тут у меня метр четыре вот до этого высокого как бы под второй этаж подходит нормально если тем более гроты они невысокие буквально сколько примерно два с половиной метра внутри странную вещь у меня друг обнаружил просверлено затем бетоном замазано и он говорит еще с другой стороны пару стук таких видел что для чего размер довольно немаленький но если по руке сориентироваться да ну ой как раз моя ладошка его ширина моей ладошки вот я зашел в этот ровный прорезь но что тут интересное заметил вот я вырвал вот посмотрите по всему периметру идет с обоих сторон я вот вырвал там не знаю что это мелкая трава или тут все похоже но дело в том что это явно было попало туда до камня между вот этих скал ну конечно кто-то может сказать да нет это потом сели позабивало так но выглядит это знаете как вот когда дома строят сейчас я на эту сторону придется деревянные и забивают вот эти о как называется то я уже забыл ну блин в общем мы тебя поняли там забивается вот этой вот фигней и вот тут вот все вот так в таком виде ну может быть конечно это след такой тонкой пилы а потом его всякая вот этой вот фигней забил забила со временем такое может быть причем не знаю пила какая-то слишком тонкая до таких размеров для таких прорезей с той стороны мы видели такие как шарики коричневые как будто тут какое-то высокое содержание железа было и оно да вот чем бы я ножик забыл сюда переложить в эту сумку сейчас ключом попробую очень твердый как будто тут когда-то железо было ого вообще никак представляешь совсем никак не царапается практически большим трудом откалываются и оно вот по всему а вот эти отверстия еще опять же круглые раз два три четыре что тут делали главное просверлили и потом же надо сюда еще раствор сделать и потом это дело замазать вот это очень интересно конечно и вот с той стороны вот такие коричневые очень коричневые как будто знаете когда-то было железо и оно вот превращилось со временем в ржавчину коричневую и там как шарики с той стороны я к сожалению что-то их не снял а с этой стороны вот такими полосами идет так тут вроде все дальше у нас прохода нету уже надо спускаться да это надо тут сбоку обойти посмотреть что там интересного можно увидеть тут внизу тоже все такими слоями выглядит главное сверху туда выше нету таких слоев а вот чуть ниже все вот такими слоями причем вертикально и горизонтально прямоугольниками ну тут похоже северной стороны или северо-восток обнаружил еще один гротик тут тоже все так блоками прям очень красиво конечно многие уже обшоркали ногами ну вот сколотые блоки вот так прямоугольные и небольшой гротик кем-то когда-то был вырезан обратите внимание дата 1832 год но скорее всего я подозреваю это как раз после катастрофной тут деревьев нету тут растительности вообще нету это похоже да я даже не пойму это фотография или все-таки картина была а такое впечатление все-таки больше на фотографию похоже но в то же время и вроде на картину похоже но картина тогда должна быть очень большой чтобы такую детализацию сделать интересно так я не знаю тут отсвечивает насколько хорошо будет видно сейчас попробую вот так лучше это было видно труба торчит с земли причем бетоном залитая а это какая-то крышка тут крышка сверху каким-то ключом закрытая специальным скважином это что скважина или что там возможно тоже какие-то подземелья есть у нас под ногами для откачки воды или как а это типа доказательства что-то тут был может себе такую печать прилепить куда-нибудь но юмористы блин тут конечно можно сказать что так треснуло ровненько и вот эта огромная левая глыба ушла в сторону но там много что-то ушло а здесь совсем мало да пять пальцев что-то я фотографии смотрел я никак пять пальцев не могу найти так это мы забрались на ту под которую мы не пошли высоко лететь так в описании было написано четыре вместе один как в стороне тут я что-то ну вот это вот по фотографии которую я там заснял или картинка или фотография непонятно сейчас уже очень плохо террасы просматриваются но на фотографии там старой или картине они просматривались прям четко как будто там когда-то тут все было четко уложено интересно кем же это было уложено и для чего вопрос чутье меня не подводит столько тропинок налево направо вниз вверх пришел куда-то что-то тут кирпичом она закладывали но это явно уже современный кирпич понятно но какие-то катакомбы тут не просто ленточку натянули тут даже трос натянули обалдеть то есть типа трос если мы натянем то никто сюда не перешагнет да ну конечно туда не хочется совсем идти прекрасно понимаю камни висят так совсем ненадежно так что там у нас ты видишь что-то я не пойму ну-ка приблизить попробую так камера хорошо видит когда приблизишь но все равно не видит что-то там круглое не пойму сейчас я попробую еще посвятить так там что-то закрыто что ли ага туда какая-то пещера уходит дальше что-то там воткнули круглое чтобы не лазили туда ну как-то так ладно это нам понятно что там еще сверху мишань есть куда-то уже ушел куда-то зашел куда зашел исчез халло ты где ты туда вовнутрь вошел что ли блин ну тут вроде все более-менее нормально висит что там интересно не идет дальше так не пошли отсюда нафиг тут очень ненадежно висит все трещины такие большие в любой момент может рухнуть да да там что-то железку какую-то как подставка что-ли какую-то воткнули чтобы туда видать не это самое не лазили в эту дырку а тут наверное скорее всего закрыто заварено или что сейчас посмотрим ну тут тоже вот чем когда все это вырезалось тут же видно он обрез обрезан и он явно обрезан чем-то а высота сколько тут метров десяток да и чем это было обрезано потом на такой высоте сюда же надо все это тащить как-то но кирпичи то ладно раствор это понятно а вот вот тут какие-то гигантские трубы были для чего-то где она я что-то на камере не вижу даже елки палки где-то так вижу так не а вот стой стой какие тут трубы для чего были явно огромные огромного диаметра трубы когда-то были просто что ты там где пропал у тебя фонарика нету там видать отсюда и закрыли чтобы это отсюда туда не ходили подожди дай-ка я тут загляну подожди а там отверстие отсюда не видно а вот это отверстие а вот что-то что-то ну засыпано что-то там выдолблено было что-то да вот это круглое окно какую-то железяку воткнули чтобы видать не это самое не лазили а что тут было ну да пойдем тут как-то узковата дверца да но уголки явно современные потому что слишком сильно сгнили цементом видно заделаны да а тут а тут что дверь пытались сделать или что прямоугольник смотри какой ну так по следам как бы да вроде похоже на там какое-то кирку кайло я бы не сказал что вот как кёнигстане там следы где вот этот лифт наружный хотя вот тут что-то совсем непонятные следы какие-то чем это так ну тут такой ангар огромный он куда-то уходит мы вообще в какую-то пещеру зашли слушай и она куда-то ну мне говорили тут грузовики могут ездить но там все где мне говорили заштукатурено еще закончилось ну ты представь это все выдолбить да и все вытащить то есть мы здесь выйдем похоже обалдеть сколько тут вот выбора то представляешь но это маленький по сравнению с теми что мне рассказывали там еще больше да и это под всем городом у нас и вот тут слева где я ходил с Юриком там тоже мы нашли вход ну как бы я не в том возрасте чтобы уже лазить по таким вот вещам там где-то там специальное оборудование надо фонарика в кучу желательно бы и кого-то вообще снаружи оставить на всякий пожарный потому что мало ли что может произойти ну высота какая тут да ладно выхода нету ох ты замуровали нас слушай это как операция ида не как где он там бегал настройки шурик замуровал он его не нас замуровали слушай сейчас мы туда дойдем ну как бы где-то местами похоже на кирку да или зубила местами как-то не похоже где-то слишком они как мелкие чересчур может быть потом дорабатывали еще а тут смотри сколько этих ниш на вырезали причем зачем что тут иконку поставили а внизу че раз два три четыре пять вышел зайчик погулять а вот тут какие-то в стене садрей для кого ну в общем ладно трещина просто тут тут много металла современного понабит она скорее всего вояки использовали под что-нибудь а кто когда это сделал это уже другой вопрос а это мы там были дверь ну кирпичей тут наложили не слабо тоже прикольно ну вот такая пещерка небольшая и не маленькая ну вот там немножко дальше где-то мы ходили когда с юриком там отдушина на бугре на бугру есть а вот это заложенная дверь и там понимаешь что все очень глубоко да и все куда я заглядывал там размеры просто 6 какие я сейчас не знаю правда где мы выйдем вообще не понимаю даже куда мы пришли но вот там есть конечно так ладно тут вроде все закончилось идем дальше может что нить еще интересненько увидим нашли такую красивую территорию просто жесть ну я понимаю сколько конечно это будет стоить но я просто тут пройти можно если это во-первых тут сразу вот три домика там за скалой один домик стоит тут сразу уже ну как минимум пять квартир можно нормальных сделать больших но самое прикольное тут скалах смотрите сколько всего то есть вот какой катакомби мы сейчас были тут они все вот так замурованы представляете какие там наверное огромное помещение его там я к сожалению дальше не могу снять так-то глазами я вижу сейчас попробую все-таки приблизить вот там двери еще и это все дальше туда за угол ну как за поворот уходит вообще крутяк я даже не представляю сколько там помещений ну блин да конечно в таком состоянии все уже немножко не очень хорошим находится я прекрасно понимаю сколько сюда надо вложиться чтобы это состояние нормальное жилое привести опять по новой видать давно стоит возможно даже чуть ли не с ддр ских времен ну территория я вам скажу просто особенно вот там представляете сколько помещений внутри скалы ой 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 наверное очень большие помещения прям у меня аж все слюньки закапали да моя теория подтверждается вот там крыша торчит не знаю видно или нет то есть расстояние довольно большое от края вот там еще одна бетонная вот я тут одну нашел вот тут отдушина вот такая бетонный трехугольник типа крыши сделано залита а там огромное отверстие внутри вниз уходит то есть там огромные помещения это вот отдушина скорее всего оттуда то что я сейчас смотрели вот сбоку я говорил большие скорее всего это оттуда а вот похоже еще одна такая отдушина скорее всего ну да тут правда уже засыпано маленькая дырочка да тут у нас слева стрельбище вот колючая проволока вот этот участок я хотел посмотреть сверху ну да он большой но ничего тут не посмотришь но дело в том что туда дальше уходит тут я проскочу это ограждение там похоже тоже такие катакомбы огромные тут я не зацеплюсь за колючку аккуратненько не зацепился о да тут похоже все то же самое да тут вон видно стрельбище то есть в какой-то бывшей выработки в низине было стрельбище похоже сейчас не работает хотя хорошее стрельбище в принципе удачно сделано сюда конечно мы близко не можем подойти там огорожено двери какое-то здание с той стороны какой-то будочка явно ухаживается все дела но что там внизу вопрос ладно мы это дело скорее всего сейчас обойдем не друг как танк через кушты ежевики протаранил пришлось мне барахтаться за ним по кустам ежевики про карабкался а чё тут написано кюль 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 свассер век а типа с водичкой все связано это у нас чё с водой получается чё тут воды от воды ну написано это как емкость да ты в это веришь что-то на такой высоте как бы 165 метров 165 метров а откуда тут вода её что сюда качают в эту емкость специально как резервную что ли делают ну всё может быть конечно ничего не могу сказать всё может быть но я знаю что тут под землёй огромные катакомбы где-то туда дальше мы ходили там отдушина была ну не знаю мы попадём сейчас на неё нет куда-нибудь надо выйти уже да сколько же тут всего непонятного явно тут под нами у нас под ногами какие-то катакомбы вот трубы одна другая там какая-то бетонное сооружение насыпь вот эта огороженная и тут где-то вот вправе получается или вернее у меня за спиной сейчас где-то мы отдушину находили тоже и вот это огороженная ну явно вот с той стороны какой-то бетонный как пристройка тут к сожалению прохода нету надо было оттуда снимать отсюда не видно нет там явно вход есть сюда вовнутрь ну мы уже практически на выходе да где-то где-то тут была отдушина но сейчас мы ее вряд ли найдем где-то тут а там где-то еще есть лазейка 10 февраля 10 февраля Германия что-то с дороги просматривается увидели решили подойти ну явно тут что-то уже и засыпано капитально да а а что-то было а не мне с дороги показалось вроде как окна двери ну там опять же под завалами что там кто его знает или может ниже было сверху была крыша или там под завалами что-то там сверху еще что-то нарыто тоже трос в дерево врос блин стихами уже а там явно что-то обвалилось вот это вот то что внизу только что показал похоже поэтому все и пришло в негодность вот там все обвалено все завалено туда куда-то вниз или специально завалили или само обвалилось видно тут и кирпич да надеюсь дальше не завалится да точно вон тут вход есть какую-то катакомбу очень глубокий далеко к сожалению не видать сейчас чуть-чуть подойду ближе ага что-то тут обвалилось серьезное видать оттуда вот то что снизу показывал да туда он уходит вправо влево к сожалению я не могу посмотреть ну что-то нет влево я не вижу насколько там глубоко не видно ну вправо вон там кирпичи тросы какие-то и вправо туда уходит там стена проломленная и вправо уходит ну вряд ли я туда полезу что-то нет у меня такого желания а то тут похоже отдушина была вот видишь вот она круглая была вот то что я там показывал под бетонными трехугольничками и здесь такая же была вот она вот она полукруглость осталась здесь видать отдушина была и она обвалилась тут обвал произошел а может обвалили может что-нибудь взорвали и все все дела думал еще какая-то катакомба не похоже на просто на грот сейчас загляну пока не заглянешь не поймешь так круто да он самый небольшой грутик со стороны смотрится как будто пещера но увы да это это здесь и это это до 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 Продолжение следует...